Парад пусков продолжается, но в региональном правительстве по-прежнему кипит работа. Губернатор Ульяновской области провел заседание штаба по комплексному развитию региона. Начали с позитива. Ульяновские проекты благоустройства территории оказались лучшими на федеральном конкурсе. Победили авторы из Сенгелея и Языкова. В следующем году в каждый триумфальный район обещают направить по 80 миллионов рублей на развитие. Вчера на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений в Владивостоке объявили проекты победителей 8-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сады. Две наши заявки вошли в топ лучших. Здоровье подрастающего поколения всегда актуальная тема. В этом году в областную детскую клиническую больницу закупили оборудование. С его помощью можно проводить сложные операции в местном учреждении. Ведь ранее ульяновские родители и их дети были вынуждены ехать в соседние регионы. Кроме того, мы совершенствуем новые методики оказания медицинской помощи. В том числе, например, при детском церебрании, чем мы внедрили методику ботокс-терапии, внедрили новые методы лечения офтальмологической патологии у недоношенных. На повестке дня и водоснабжения населенных пунктов. Скважины и водопроводы строятся во всех уголках Ульяновской области. В этом сезоне на модернизацию и возведение объектов направят 634 миллиона рублей. В сумму войдет ремонт сетей, водозаборов и накопителей в Большом Нагаткино. Активно ведутся работы в новой майне по строительству станции водоподготовки и водозаборных устройств. Планируем в этом году запустить новый водовод с очищенной водой. Напомню, что там проблемы были как по химическому составу, так и по самому качеству, по биологии. Дорожные вопросы тоже обсудили. На Минаевском мосту возводят правый потепровод. А на объекте Шевченко-Смычки заканчивает шестую опору. В этом году также запланировали привести в порядок 10 мостов. Общая стоимость составит 560 миллионов рублей. Для этого в первом квартале текущего года заключено 10 государственных контрактов на капитальный ремонт искусственных сооружений. Опоры на мосту Шевченко-Смычки обещают построить к 15 сентября. Алексей Русских поручил всем причастным следить за графиком работ.